Патрик Ленсиони «Пять пороков команды» Бизнес-роман Читает Игорь Сергеев Отцу, научившему меня ценить труд Матери, вдохновившей меня на писательский труд От автора Не финансы, не стратегии, не технологии Командный дух остается главным конкурентным преимуществом, потому что это большая редкость Мой друг, основатель компании с миллиардными прибылями, хорошо сказал об этом Добейтесь того, чтобы все сотрудники вашей компании смотрели в одном направлении И вы победите в любой отрасли, на любом рынке, всегда и везде Когда я повторял это замечательное изречение руководителям компаний, с которыми мне доводилось работать, они соглашались Но я чувствовал, что в глубине души они не верили, что подобное осуществимо Однако именно командному духу принадлежит решающая роль И хотя на протяжении многих лет этим вопросом занимаются ученые, преподаватели, коучи и СМИ Создание великой команды есть что-то неуловимое Дело в том, что совместная деятельность людей, каждый из которых обладает собственным характером и недостатками, затруднена по определению Это совсем не значит, что подобная затея обречена на неудачу Создание сильной команды вполне возможно Но это болезненный процесс Работу команды можно описать как согласованную деятельность людей Достичь согласованности теоретически несложно Но на практике трудно осуществимо Успех приходит только к тем, кто в процессе кропотливого ежедневного труда преодолел всевозможные недостатки и слабости, свойственные природе человека Которые и порождают проблемы внутри команды Несколько лет назад я написал книгу «Пять искушений руководителя» В которой рассказал о самых распространенных ловушках менеджмента Впоследствии я заметил, что некоторые руководители, желая улучшить свою работу, брали на вооружение мои идеи и достигали успеха Я понял, что «Пять искушений» подстерегают не только руководителей, но и коллективы в целом И речь идет не только о корпорациях Об искушениях и вызываемых ими проблемах мне рассказывали коучи, преподаватели, работники благотворительных организаций Как и другие мои книги, «Пять пороков команды» начинаются с рассказа о вымышленной организации, которая вполне могла бы существовать в реальности Мне кажется, что такое начало позволяет слушателю поставить себя на место героев и понять, как применять предлагаемые мною принципы в реальной жизни Когда огромные объемы работы и ежедневные раздоры делают трудноисполнимыми даже простейшие задачи В последней главе книги я привожу подробное описание всех пяти пороков команды и предлагаю инструменты для преодоления негативных тенденций, которые могут существовать и в вашей компании И последнее Эта аудиокнига – результат моей длительной работы с руководителями и их командами Она рассчитана на всех, кто интересуется принципами командной работы Будь то руководитель небольшого отдела или рядовой сотрудник, желающий улучшить взаимодействие с коллегами В любом случае, я искренне надеюсь, что эта аудиокнига поможет решить ваши проблемы и поверить в то, что команда может достичь несравненно большего, чем один человек И в этом ее реальная сила Патрик Ленсиони Часть первая Проблемы Только один человек считал, что Кэтрин подходит на должность CEO компании Decision Tech К счастью для Кэтрин, этим человеком был председатель совета директоров Не прошло и месяца после смещения предыдущего CEO, как Кэтрин Питерсон получила в свои руки то, что осталось от компании, которая всего два года назад была одной из самых известных, стабильных и многообещающих в Кремниевой долине Кэтрин не знала, насколько ухудшилось положение компании за столь короткий промежуток времени И не предполагала, насколько трудными окажутся для нее следующие несколько месяцев Пролог Офис компании Decision Tech размещался в Half Moon Bay Тихом городке на холмистом побережье залива Сан-Франциско Эта местность не относится к географически Кремниевой долине Но ведь долина не столько географический, сколько культурный феномен И Decision Tech, несомненно, была частью этого феномена В компании работала самая опытная и весьма высокооплачиваемая команда топ-менеджеров, какую только можно было представить У компании имелся замечательный, во всяком случае на первый взгляд, бизнес-план и прекрасные инвесторы, о каких только могла мечтать молодая компания Самые осторожные, венчурные предприятия наперебой предлагали инвестиции А молодые талантливые разработчики буквально завалили компанию своими резюме еще до того, как та сняла офис Но это было почти два года назад Немалый срок для высокотехнологичной отрасли После безоблачных первых месяцев работы компания столкнулась с серьезными трудностями Срывались сроки сдачи важных проектов Неожиданно уволились несколько ведущих специалистов Ухудшился моральный климат И это несмотря на все значительные преимущества Decision Tech В канун второй годовщины компании совет директоров единодушно попросил Джеффа Шенли 37-летнего директора компании и одного из ее учредителей оставить свой пост Ему предложили стать директором по развитию И к удивлению коллег он согласился на понижение Не желая отказываться от больших денег, на которые мог бы рассчитывать, если бы Decision Tech вышла на IPO А даже в жестком экономическом климате Кремниевой долины Компания имела все шансы рано или поздно сделать это Никого из 150 сотрудников Decision Tech не удивила отставка Джеффа Хотя у многих с ним сложились хорошие личные отношения Трудно было отрицать, что при нем атмосфера в компании становилась все более напряженной Менеджеры достигли совершенства в искусстве подставлять друг друга Команда утратила дух единства и товарищества Его сменила нудная безаловка Любая работа затягивалась, качество падало Совет директоров другой компании возможно проявил бы больше терпения Но только не совет Decision Tech Слишком многое было поставлено на карту, чтобы наблюдать, как компания идет ко дну из-за организационных проблем А Decision Tech в долине уже пошла слава как об одном из самых неприятных мест работы И совет директоров не желал с этим мириться Особенно учитывая блестящие перспективы компании пару лет назад Кто-то должен был ответить за развал работы И кандидатура Джеффа оказалась самой подходящей Похоже, все испытали облегчение, когда совет объявил о его переходе на другую работу Обстановка накалилась снова, когда три недели спустя на работу была принята Кэтрин Кэтрин Совет директоров так и не смог прийти к согласию относительно того, какие качества Кэтрин неприемлемы для Decision Tech Их было слишком много Во-первых, она была не молода Просто старуха, во всяком случае по меркам Кремниевой долины Ей было 57 лет Мало того, у нее не было опыта работы в высокотехнологичной компании Если не считать членство в Совете директоров в Trinity Systems Крупной технологической компании в Сан-Франциско Почти вся ее карьера прошла в оперативном менеджменте в совершенно других отраслях В частности, в автомобилестроении Но дело было даже не в возрасте или неподходящем опыте А в том, что Кэтрин явно не вписывалась в культуру Decision Tech Она начала свою карьеру как военнослужащая Затем вышла замуж за учителя местной средней школы Который заодно тренировал школьную баскетбольную команду После того, как подросли трое ее сыновей Она несколько лет работала учительницей в той же школе Пока не почувствовала тягу к бизнесу В возрасте 37 лет Кэтрин поступила в трехлетнюю школу бизнеса в Хейварде И окончила ее досрочно, на семестр раньше Конечно, это был не Гарвард и не Стэнфорд Но все же Следующие 15 лет она работала на разных предприятиях И в 54 года вышла на пенсию Тот факт, что Кэтрин женщина Не был препятствием для включения ее в команду топ-менеджеров Там уже работали две дамы В прогрессивной отрасли высоких технологий это не редкость Но даже если кого-то и смущало то, что Сео станет женщина Это было сущей ерундой По сравнению с ее вопиющим несоответствием к культуре компании И по документам, и фактически Кэтрин принадлежала к старой школе менеджеров Субтитры создавал DimaTorzok